Хауль на лице Возобновили с Пашей Поездки по пивоварням Далеко не поехали В этот раз на Рафаминск Пивоварня называется То ли Ютон, то ли Ютон Мы сами пока не знаем Где правильное ударение ставится Выяснили мы как называется Называется она Ютон Что такая Я не знаю как это По английски будет Ютон Твоя тонна Что то в этом роде называется Почему так Мы еще поговорим На эту тему Пивоварня открылась недавно В прошлом году в августе Пока там разрешение Первое пиво у них появилось только В начале зимы Поэтому мы его еще и не видели Как видите пивоварня Средняя Для малой пивоварни Оборудование мы еще не смотрели Сейчас пойдем поглядим Что здесь Как здесь Ну снаружи смотреть Особо нечего Тут обычная такая промзона Хотя это находится В общем-то недалеко от центра Там буквально 5 минут Езды на машине От центра на Рафаминск Ну такой пригород на Рафаминск Ну что ж погнали Посмотрим Как оно внутри А внутри здесь Ну достаточно много места И пока еще пустовато Здесь сейчас идет варка Поэтому шумно будет Вот варочный порядок Не такой большой Как ожидалось Я думал тут 5 тонн Никакой не стоит Ребята готовятся к варке Четырехпосудный порядок варочный Оказывается оборудование Из бересты Или бересты Как правильно сказать Которое стояло Прямо-то Один в один Бок в бок С очаковским пивзаводом Я не помню снимал ли я Скорее всего писал Ну писал я точно в влоге про нее Вот теперь это оборудование Вот куплено И стоит здесь Но там оно смотрелось Совсем по-другому Это оборудование Производства Карат Полуторатонный варочник А Вспомогательная емкость Может быть на 2 Давайте посмотрим Как он там внутри выглядит Набирается вода Заторник Управление Полуавтоматическое А главным пивоваром здесь Работает известная нам Ольга Она встречалась нам На пивоварне Домодедовской На Домбрю Теперь она работает здесь Настульная книга пивовара А была варка Мы как раз Добрали вкус Вот с вчерашней варки Чтобы распродить дрожжи для ИПО Солиман Ка-97 И как раз Такие лакобактерии наши Ну так все просто Не замысловато Ну вы можете наблюдать Активное брожение То есть здесь Не подключен воздух уже Мы проэрировали Хорошенько И сегодня Уже мы видим Что дрожжи активны И готовы к задаче Я тоже не понимаю Зачем некоторые варят Чисто на сухарях Каждый раз Новые сухие дрожжи Если можно Довольно так просто Соблюдая соответствующие Процедуры Санитарии Себе спокойно Разбраживать дрожжи Конечно Кем бы мы обработали Везинфицирующим средством Садокчистной кислотой Лучше Можно даже взять Металлическо Обработать паром Что мы сделали В случае с лакобактериями Мы тоже им доверяем Они вроде бы проверены Мы их обработали И разводим дрожжи Но здесь просто Мы наблюдаем Еще за активностью брожения Нам проще А лакты специально Чтобы не выскочили Они закрыты И они же еще специально Как бы придушиваются Углокислотой Для лучшего выкисления Поэтому мы их закрыли Вот видите Все Элементарно И просто Псех брожения Ну приличное количество Танков-то Довольно большой парк И еще Много-много места Чтоб еще поставить Такой забавный объем Четыре с половиной тонны Ну до пяти пятьсот Вмещающий В общем-то Ни туда, ни сюда Как-то странно А не, все нормально Полторы тонны варочник И четыре с половиной То есть Три варки В один танк А вот это уже Дестила И Хопганчик такой В общем Практически у всех Таких хопган Стоят Пентакрафт Которые Неоднократно Их показывал Вот его тут Разметили Вручную Вот эти Три с половиной Тонны Такие Приземистые Цикатушки А вот эти Докупленные Уже Производство Карат Они уже На Тонну Двести То есть Это не полную варку Надо делать Чтобы их заполнить Ну такие Наверное Какие-то Не очень Ну экспериментальные Сорта Сво заливаются Я так понимаю Которые Не очень В большом Объеме Производятся Таблица То что Здесь сейчас Варится Видите Ассортимент Немалый Ни Ипа Хелес Ржаной Вестфайрская Бланш Ипа А вот это Маленькое Такое Приспособление Это очень Полезная Штука Это Фильтры На воздушную Линию Чтобы Сусло Аэрировать Чистым Воздухом Склад Солда И Доробилочка Такая Маленькая Такая Но Говорят Вполне Справляется Воздухом Расстояние Немножко Зазор Поменяется Можно Любой Солок Подобрать Вручную Берешь Регулируешь Какой Хочешь Никакой Науки Не надо 600 Килограмм В час Говорят Вполне Себе Доробит Баночная Линия И Линия Мытья И розлива В кек Интересная Линия Приемный Столик Оказывается Самодельный То есть Ребята Сами Здесь Смыстерили Столик Своими Руками Ну Чтобы Сэкономить Чего бы Нет Не покупать За Большие Деньги Вращается Смотрите Все Как Надо Вот Так Мойка Для бутылок А бутылки Ручной розлив Она у нас сейчас Простаивает Потому что Мы сейчас Сномбанку Льем Полуавтоматическая Линия На бутылку 05-033 Но с ней Конечно Есть нюансы Долго Настраивается А дерев Какие Большие Вот это Купорочный Апарат Туда ставится Бутылка Чпок-чпок И все Закрывается Кегамойка Тоже Самодельная Тоже Самодельная А вот Сам Мастер Даже Перчатки Золотые Специальные Человек Золотые Руки Все Делает А вот Здесь Секретное Место Нас По секрету Туда ведут Никто Сюда Еще Не заходил Здесь Бочки С ламбиком Не знаю Будет видно Там Не будет Видно Вот Видно Видите Все В плесне В общем Все Как мы Любим Да Мы туда Пальцем Не будем Тыкать Холодный Склад Мало Что Стоит Здесь Сейчас Потому Что Сезон И все Улетает Колеса Начали С Хелеса Назвать Это Дегустацией Я бы Уже Не стал Потому Щедро Налили Заметьте На камеру Будет Видно Очень Красивый Золотой Цвет Я люблю Именно Такой Не Соломенный Чтобы Было А Именно Такой Золотистый Сейчас Сейчас Пену Пробьюсь Ну Очень Солдовый Вкус Хлебный И очень Мягкий Приятный На самом деле Оно Тоже Нефильтрованное Правильно Фильтрованное А что Такая Палисценция Небольшая Есть Или Это Стакан Замутнелся Да Еще Все равно Дрожжевой Вкус Кажется У тебя Аромат Бывает Как От Подвала Ну Келлер Келлер Такой Да Именно Такой Келлер Аромат И привкус Такой Ну Не Дрожжевой Да Я Дрожжевой Воспринимаю Хороший Хель Питкий Я думаю Народ Такой Пьет А он Еще В продажу Не поступил В продажу Мы его Только Отфильтровали Если Протереть То Он Фильтрованный Видно Вот Сюда Мы уже Брали Дрожжи Лалимант Специальные Нейтральные Это не С23 Которые Там Не В3470 С которым Мы Привыкли Здесь Мы Специально Подбирали Дрожжи Для Хелеса Вот Использовали Филтнер И добавили Немножко Меланоидиного Солода Для Такой Вот Поиграли Со вкусом Избраживали Мы его Достаточно Глубоко Два Споловиной Процента Сколько Есть Раз 12 Да С 12 До Двух Споловиной Я бы не сказал Что По вкусу Он Не Сильно Выбраженный Нет Такой Сухости Прям Совсем Я думаю Меланоидин Скорее Всего Да Но Он Очень Питкий И Сами Мы Берем Себе На Дегустацию Невозможно Оторваться Да Но Это пиво Чтобы пить В большом Количестве Все Очень Чисто Слегка Солод Ну Да Сброжен Соте Считай Хорошо Поскольку Нет Такого Насыщенного Вкуса Зато Большая Питкость Хмель Но Для Хелева Он Не Обязан Быть И Он Так Балансирует Солод И Не Более Того А Так Вот Это Для Массового Питья Вот Это Чешская С Что Она Дает Сразу Видно Цвет Потемнее Если Именно Не Из-за Солодов А Из-за Того Что Три Отварки Каждый Раз Темнело Во Второе Конечно Тело Появляется Такое Более Плотное Вкус Более Плотное Ну То 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 Конечно Это Затратно Долго Ну На Вкусе Немножко Сказывается Он Да Делает Вполне Интересней Я Считаю Отварки Все Скажется Не Знаю А По Вкусу Некоторое Значение Имеет Ощущается Хлеб В Большом Количестве Плотность Хотя Вроде бы Ну То Тоже Сброженное Тоже Самое Те же Солода Только Из-за Того Что Отварилось Немножко Подругими Ну И Минуточка Рекламы Как всегда Средство Бодряк Если Вы Посещаете Пивзаводы Часто Или На пивные Фестивали Ну Или Просто С друзьями Нам Сильно Посидели А Сейчас Лето Время Для Посиделок Вечером Принимаем Бодряк С утра Бодрячком Голова Не болит Все Хорошо Всем Привет Меня зовут Беличенко Николай Я Владелец Пиварни Ютон Николай Ну Как Ты В пивоваренный Бизнес Попал Слушай Ну История Такая Долгая И Своё Начало Берёт Вообще Из 2000 Когда Первый Раз Поехал В Европу В Чехию В Германию Главное Пивоварня Попробовал Вкусное Пиво Всегда Была Мечта Открыть Что-нибудь Свое Такое Вот И Прошло Время Лет 10-15 Пиво Очень Любил Но Мечта Немножко Была Где-то В стороне Потому Что Занимался Основным Другим Бизнесом Строительным Вот А потом Где-то В 15 Или В 17 Году Не помню Уже Точно Начал Видимо Старость Уже Говорит За себя Что Нужно Было Какой-то Интересный Бизнес Найти Себе По душе Именно Решил Найти Поискать Себя В чем-то Другом Вот Ну И Вспомнил Естественно То Что Любил Пиво Начал Как-то Более Активно Общаться С людьми Которые В этом Плане В этом Бизнесе Давно Занимаются Познакомился С разными Ребятами Вот И тут Меня познакомили С одним Хорошим Тоже Человеком Который В свое Время Был знаком С одним Владельцем Пивоварни Вот Свозил Говорит Вот там Продается Свозил Туда Я посмотрел Мне что-то Все понравилось И Все Эта мыс Меня осела Где-то В голове Блин Надо купить Надо сделать Надо построить Вот Ну в общем В 2019 году Принял решение О покупке Оборудования Нашел помещение Перевез Это все Оборудование В новое помещение Помещение Отремонтировали Ну дальше Дальше Пошло Поехало То есть До 2019 года Я наверное Разбирался В пиве Как Как обычный Обыватель То есть Знал только Светлое И темное Больше Ничем Ничем Не разбирался Вот А после 2019 Уже Когда уже Начал То есть Интересно Все Что куда Откуда черпать Информацию Интернет Книги Всевозможные Общения Дегустации То есть Уже начал Понимать Что такое Хорошо Как говорится Что такое Плохо И принял Для себя Решение Что все Таки Наверное Я Больше Люблю Я очень Люблю Экспериментировать Конечно Но Классика Для меня Как бы Все равно Являлась Таким Приоритетом И понял Что если Варить пиво То какое Классика То есть Я долго Не думал Что классика Это основной Упор А крафт Это моя Скажем так Тоже отдушка Это Эксперименты Это то Что не дает Сидеть на месте Это что Постоянно Новые Интересные Вот Ну вот Как-то так Если кратко Говорить На счете Пиорни Попала На самые Такие Сложные Времена Ковид Сейчас Происходит Как это Сказывается На бизнесе Слушай Когда Даже ковид Мне показалось Что наоборот То есть Когда Начали Открывать То есть В период ковида У меня Ничего Завода Как такого Не было Была стройка То есть Вся улица Все дороги В Москве Свободные Магазины Какие там Нужны были Свободны Практически Народ Никого не было В общем Все закупали Сюда Привозили Строили В декабре В 19 Году Декабре Начали стройку Закончили ее В 20 Весной В апреле Первое оборудование Начали уже Замонтировать Поэтому Мы практически Вот эти Сколько там Четыре месяца Мне скажем так На пользу Пошла Вот эта Система Не система А тема С ковидом Вот Потом Мы Смонтировали Это оборудование Значит Начали заниматься Тем что Разрабатывать Какую-то рецептуру В первую очередь Подать документы В RAR Готовили документы Подавали Естественно Как и у всех Наверное Каждый На каждый Запрос Не запроса На каждую Заявку Получали ответ Два раза Получили отказ То есть Ну на третий раз Все-таки Прошли Эту регистрацию И Мы ее Зарегистрировали В конце Двадцатого Года Уже Подали Получили разрешение На производство Пива СРАР оказался Хуже Ковида Ты знаешь Да Он немножко Нерву потрепал То есть Если ковид Наоборот Дал свободу В перемещениях В передвижениях В том Что Люди Какие-то Были свободные Которые пришли Спокойно Здесь помогали Тоже Постройки Вот То с РАРом Здесь было Конечно Там Запятую Не туда поставь Надписи Тут нету Либо плохо читаемая То есть Проблем Много было Ну Преодолели Ну а в текущей ситуации Ты как видишь Вообще Перспективы Какие А А что я вижу Да Рынок сам себе Говорит То есть Импортозамещение Мне кажется Сейчас идет Полным ходом То есть В первую очередь Народ как-то Стал интересоваться Все равно Как-то российским пивом Тем же крафтом Те кто раньше Не знал Вот сколько К нам приходится Ребят тоже Любители пива Но любили все время Только темное Светлое Как и я Впрочем Раньше После того Как попробовали У нас Побывав у нас На заводе Попробовали Блин Нифига себе И такое И такое И такое Пиво существует То есть Народ стал Как-то более Живее Что ли Проявлять интерес К тому Что на рынке Существует И что российское Пиво Все таки Оно Является Ну Наверное Я бы сказал Конкурентом Все равно Импорт То есть Большое количество Пивоварень Которые Сейчас Производят Пиво Они делают В моем понимании Гораздо Вкуснее Пиво Чем Тоже Самый Импорт Наверное Может быть И только Потому что Это еще Свежее Это еще Наше Это не то Что еще Привезенное Откуда-то И стоявшее Там по полгода На полках По поводу Оборудования И Сырья Очень много Такого Мне кажется Необоснованного Оптимизма Сейчас Как мы сейчас Импортозаместим Все И начнем Сами все Делать Сами все Выращивать И все У нас будет Хорошо Раньше Вроде Никто Тоже Не мешал Тут Делать Это Наверное Связано С тем Что Пока Рак На горе Свиснет Или Когда У нас Начинается Движение Когда Что-то Должно Произойти Когда Что-то Где-то Как Это Мужик Не перекрестится Пока Как Это Называется Гром Не грянь Мужик Не перекрестится То же самое Наверное И у нас Но опять же Если Я вот Человек Такой Что я Люблю Что-то Творить Что-то Созерцать Я не могу Как Интернет Блогеры Просто Снимать Я люблю Кстати Снимать В плане Того Что я Кино Снимал Сам В свое Время Даже Было Дело Вот Но я Люблю Что-то Делать Своими Руками То есть Для меня Результат Важнее Чем Как Даже Действие Наверное То есть Я если Что-то Сделал Своими Руками То же Самое Пиво Предположим Вот И оно Кому-то Нравится То Это Мне Еще Больше Вдохновляет На Какие Там Движения В плане Роста Вот Поэтому Что Просто Родился В СССР Наверное Поэтому Такое Желание Как Что-то Творить Сейчас Новое Поколение Больше Там Наверное Хотят Получать Легкие Деньги Меньше Меньше Насколько Сложные Деньги В пивоварении А сколько Сложные Деньги В пивоварении Очень Сложные Вообще Если хочешь Заниматься Пивом И у тебя Нет Реализации Или Куда Будешь Реализовывать Пиво Нет Своей Развитой Сетки Розничной И что-то Подобное То Конечно Очень Тяжело Либо Имей Какой Ни Хороший Запас Финансов Чтобы Содержать Завод Чтобы Варить Аренду Платить Потому что С нуля Раскрутить Пивоварню Сразу Выйти На Стопроцентный Оборот Очень Тяжело Потом Ты пиво Сварей Оно Должно Кому-то Понравиться Ты же Не можешь Кому-то Просто Впарить Пейте Вот Самое Лучшее Сейчас Клиент Потребитель Очень Хорошо Разбирается И поэтому Завоевать Сердца Потребителя Конечно Это Тяжело Поэтому В пивоваренье Деньги Я раньше Стройкой Занимался Стройкой Это Деньги Гораздо Легче На самом Дель Чем В пиве То есть Это Для меня Вот Раньше Было Построить Тот же Самый Небоскреп Гораздо Проще Чем Построить Завод И сварить Пиво Пока Я в нем Не стал Разбираться В пиве У тебя Сейчас Завод В плюсе Работает Да Мы Вышли На плюс Мы В прошлом Году Первые Варки Начали В мае Продажи Первые Пошли С августа Месяца До Марта Этого Года Чуть больше Полугода Наверное Мы были Как-то В минусе То есть Сейчас Мы Выровнялись Плюс Пошел Плюс Этот идет У нас Опять же Какие-то Затраты Которые Были Понесены Ранее Сейчас Идут Компенсация Этих Затрат Возвращение Возврат Займов И так далее И тому подобное То есть Говорить о том Что этот плюс Будет Приносить То есть Будет использоваться Каким-то образом Типа В качестве Получения Личной выгоды Нет Потому что Вся прибыль Идет полностью Опять же На модернизацию Оборудования На покупку Какого-то Нового оборудования То есть Цель такая Чтобы полностью Заполнить все помещения Все помещения Недостающими танками Тем более Если Когда съемку снимали Видели Что еще есть возможность Куда расширяться Вот Поэтому Плюс небольшой Скажем так Ну вот вопрос Который я Большинство владельцев Задаю Что ты посоветуешь Тем, кто Сейчас хочет Открыть пивоарню Что посоветовать Ну наверное Чтобы открыть Пивоарню В первую очередь Конечно Опять же Это должно быть Ну это нужно Любить в первую очередь Своё дело Это любить Тоже пиво Потому что Если делаешь пиво Без души Пиво Это как живой организм Делаешь его без души Ты получишь В итоге Ну Как это Бездушное пиво Скажем так Вот Если нет любви к нему То лучше не заниматься этим По сути Пиво Это как некое хобби Хобби Которое переходит в бизнес Если у тебя Вот у меня многие друзья Есть Которые в свое время Занимались Для них какой-то там Бизнес Который сейчас Не владеет Это было раньше хобби И вот когда хобби Переходит потом в бизнес Это конечно лучшее Что можно придумать Потому что Ты сразу убиваешь Двух зайцев И Реализуешь себя В качестве Бизнес Бизнесмена Вот Материальную выгоду Получаешь Когда у тебя нет Реализации Продукции Обычное начинание Происходит каким образом Когда Вот есть желание Все хочу все делать Все сделаю Все будет отлично Сварю пиво Блин Я же умею Я все сделаю А продать Попробуй его продать Если ты не сможешь его продать То все твои Старания Они как бы Ну напрасны То есть не то что напрасны Ты стараешься Стараешься Но это все впустую Потому что Реализовать продукцию свою Очень тяжело Учитывая опять же Современный рынок Современные требования К контролю И так далее И тому подобное Ну и плюс Большое Большое Изобилие Вообще Пивного Пива На полках магазинов Конкурировать Среди Каких-то серьезных Уже магнатов Конечно Очень тяжело Вот Важно В первую очередь Все-таки Узнать Найти Рынок сбыта Понимать Куда ты это будешь Сбывать Потому что Как только ты начнешь Вкладывать в бизнес Все думают Вот ко мне приходят Уже думают Как же Построить Этот пиво Ренозавод Как же сделать бизнес Я готов Вот у меня дома Есть там Одна кастрюлька Две кастрюльки Я хочу Я ворю Хорошее пиво Блин И так далее Но здесь совсем Все другое Здесь все Блин Короче Тяжело Ну друзья Ну друзья Еще одна новая Мне кажется Очень перспективная Пивоварня Кстати У меня В кружечке Тут нальют Берлин Рвайс Причем Обычный Абсолютно Нормальный Человеческий Берлин Рвайс Без Фруктов Без ягод Вот таким Каким он должен быть Это Практически У нас Никто не делает Здесь Как видите Мощности Достаточно Большие И они Скорее всего Будут еще Их увеличивать Потому что Спрос есть Во всех этих танках Есть пиво Оно все Продается Ну и опять же Под руководством Реально опытного Человека Таких Как Ольга Здесь Много всего Интересного Перебробовали То что даже Не вошло В съемки В кадры Потому что Ну невозможно Все показать Какие-то вещи Понравились Больше Какие-то Меньше Естественно Опять же У нас С Пашей Разделились Мнения Потому что У нас Разные Вкусы Но все Это пиво Весьма Качественное В плане Того Что нет Дефектов В нем И Очень Радует То что Эксперименты Не в том Чтобы Что-то Намубенить В пиво Чтобы Экстремизм Какой-то Такой Сделать А именно Поиграться С лагерами Попробовать Станово Классические Какие-то Вещи Которые У нас Незаслуженно Забыты Я считаю Надеюсь Что это Пиво Появится Скоро В широком Ассортименте В широкой Доступности Не в ассортименте Ассортимент Здесь достаточно А появится Именно в доступности Что Его можно будет Купить Не только В Москве В регионах Где-то Потому что Как видите Розлив Есть и в банке Бутылки Они меньшие Части Как сказал Льют Итарированное Пиво Я очень рад Что такая Пивоварня Появилась Причем Наконец-то По нашему По киевскому Направлению У меня От дома Она не так Далеко Находится Сейчас с небольшим Езды На общественном Транспорте А вы Ставьте лайки Подписывайтесь Пейте Вкусное Пиво Не пейте Невкусное Хау Блинолицы